Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Сегодня мы с вами попробуем разобрать одну новую практику крия-йоги, которая называется «Колесница трех миров». Корни этой практики исходят из одного из наших базовых упражнений в крия-йоге, когда мы работаем с тремя бинду, это центр разума, темно-синее солнце, это солнечное сплетение, желтое-золотое солнце, удача и это красное солнце самой нижней живота. Три бинду, три больших важных энергетических центра. Они ассоциируются, друзья мои, в принципе, с тремя видами, основными видами энергии. Это нижний красный цвет, это, ну, извините за такое, это мир, я бы сказал, жесткий, мир адский, хотя ничего плохого в этом нету, без красной энергии никакое живое человеческое, да и любое существо в этом мире существовать не может. Но это некое понимание нижних миров. Это, значит, центральная, средняя бинду, это желтое-золотое солнце, удачи, это наш, как бы, серединный человеческий мир. И центр разума, да, это темное синее солнце, это еще не самые верхние миры, но, друзья мои, мир выше нашего. И вот эти три основных центра. Существует практика в крия-йоге, когда, если вы помните, если вы занимаетесь и практикуете, когда вы, значит, сначала активируете центр разума, как бы чувствуете, дышите, смотрите, нет ли на нем каких-то повреждений, чужих программ. Потом, как бы, переносите свое внимание, метр от вас справа и слева. Да, здесь тоже два таких темно-синих шара, размером почти такие же, как и центр разума. И, так сказать, метр перед вами, метр за вами. То есть, такой получается, ну, правильный крест, да, где, ну, вот эти вот полосы одинакового размера. И, значит, мы дышим всеми этими центрами, смотрим эту пульсацию, ощущаем. То есть, ваша энергетика, это не только здесь, но и ваша аура находится рядом с вами. И вы прокачиваете эти энергетические центры. Также вы смотрите, прокачиваете это, значит, среднее бинду, значит, желтое солнце. Опять же, два таких же солнца справа и слева метр. И спереди и сзади тоже метр. Вот такой тоже крест, но уже желтый крест благополучия. И нижний центр, значит, красное солнце. И, опять же, справа и слева метр. И перед вами и за вами, да, то есть вот такие. И потом вы, ну, как бы, работаете со всеми этими центрами, да, одновременно. Пробуйте чувствовать. Синяя, желтая, красная. Вот такой вот магический светофор. И, конечно же, да, вы ощущаете, если вы работали с этой практикой, у вас, ну, легче получится. Дело в том, что, ну, кроме этих центров, конечно, да, мы все время работаем, как бы, физическое тело. И очень редко начинаем работать с пространством. Хотя здесь, ну, очень-очень много находится различных энергетических центров, в том числе и чужеродных воздействий программ вне вашего физического тела, но в вашем поле, в вашем, в вашей ауре. И это очень сильно влияет вообще на жизнь, на судьбу, на здоровье. Но мы и своему телу-то уделяем не так много внимания. Согласитесь, наверное, вы не каждый день практикуете крио-йогу. Бытовые заботы все время вас отвлекают. Поэтому и продвижения особого нет. Если вы будете практиковать ежедневно хотя бы понемногу, вы становитесь хозяином энергетического своего тела и энергетического пространства. И это абсолютно точно влияет и на реальную физическую жизнь, на счастье, на здоровье, на развитие, на благополучие. Ну вот на все, на все в вашем пространстве влияет чистота и как бы ваша энергетика. Все связано. И причина многих проблем лежит как раз в поврежденной энергетике. Если вы практикуете энергетические практики, вы, может быть, не мгновенно, но все-таки начинаете быть хозяином этого пространства и уметь влиять на вот этот тонкий мир, а соответственно и на мир более, так сказать, материальный и толстый. Ну вот эта практика, она достаточно серьезна и позволяет, ну, в большей мере почувствовать, почувствовать и уметь перемещать сознание в этом диапазоне от красной энергии до темно-синей. И в чем-то вот это вот колеса, колеса трех миров, колесница трех миров. Начинаем ее опять же с темно-синего солнца, концентрируемся, внимание, центр головы, центр головного мозга, дышим, вдох, выдох, смотрим. Значит, начинаем запускать вот этот вот крест, включаем здесь метр справа, метр слева, солнце, дышим прямо одновременно здесь. Начинаем и в какой-то момент начинаем вот это вот, как бы крутить эти шары, крутить, пока вот это пространство не становится таким, как бы большим колесом, диском. Как знаете, когда вы смотрите, да, на колесо там машины, велосипеда, да, оно крутится, поначалу видны спицы, а потом, когда оно крутится быстро, спицы уже нету, есть целый такой вот объемный предмет визуально, да, и тут мы тоже. Вы скажете, а куда закручивать, да, по часовой стрелке, ну, если так, к примеру, часы представить, крутить туда или сюда, да, всегда этот момент возникает. Куда крутить? Ну, есть некие предпочтения. В принципе, надо уметь крутить и туда, и обратно, чтобы у вас была гармоничность. Могут быть предпочтения, да, там, закручиваете, как винт, да, у нас есть правило буравчика. Закручиваем, значит, винт, как бы куда там, по часовой стрелке, откручиваем против часовой стрелки. Но это всегда предпочтение, когда вы работаете с энергией, куда вам, куда вам закручивать вот этот винт, куда крутить это колесо. В принципе, вы начинаете вот открутить это темно-синее колесо, и оно прямо получается, вот, метр вы крутите, и оно занимает вот все это пространство, да, это вот такой вот толстый темно-синий мельничный жернов, вы его крутите. Начинаете чувствовать его гудение, даже, может быть, вас покачивает, то есть вы работаете вот в этом верхнем мире. И включаются, вы просто, дело в том, что автоматически, энергетически включаются те энергоцентры, которые находятся вот в этом пространстве, да, вы обращаете внимание обычно на свою голову, она часто у некоторых болит в разных ситуациях, потому что воздействия много. И работая только с головой, вы не решаете проблему, потому что многое находится вот здесь, в этом пространстве. И вам надо стать хозяином вот этого вот колеса, колеса верхнего мира. Вы его начинаете крутить, чувствовать плотность его. Автоматически ваша энергетика прорабатывает все вот эти мелкие точки, а их много, и сзади, и спереди. Вот это вот кружение. Чувствуете, крутите это темно-синее колесо. Освоили, опустились ниже. Центр среднее бинду. Это у нас солнечное сплетение, большое желтое золотое солнце. Солнце благосостояния, удачи, житейской воли. И мы смотрим опять. Включаем, прокачиваем это желтое солнце, чувствуем, визуализируем. Как можете. Хорошо или плохо, это не важно. Хотя бы формально. Активируете два солнца справа и слева, метр, спереди и сзади. И также сначала вы их почувствовали, потом начинаете крутить вот это желтое колесо. Его можно крутить, ну в принципе, если вы выбрали, да, крутить по часовой стрелке. Ну делайте это. Поначалу освоите, а потом уже думайте. Вот начинаете вы включать вот это. Это тоже прорабатывает. У нас есть с вами практики крия-йога золотой пояс удачи. Да, вот мы с вами это делали. Много этих центров. В этот момент такое вот колесо. Колесо среднего мира. Колесо удачи и благополучия. Вы включаете все эти центры автоматически. Да, прорабатывается вот как раз вот эта вот база. База этого мира. Материальная, творческая уверенность, устойчивость. В этом мире это реально будет влиять на вашу удачу, на ваш материальный поток. И многие воздействия, а очень часто этой желтой энергией питаются различные сущности. И недобросовестные люди, колдуны. Вы тоже вот это вот желтый пояс прокачиваете сразу. Сначала поработали темно-синее. Выключили, желтое. Опускаемся ниже. Адский мир. Красное солнце. Самый низ живота. Нижняя бинта. Активируем ее. Смотрим. Ну, если чувствуете на нем какие-то повреждения, вы их очищаете, прокачиваете, убираете. Если там печати вызываете тех, кто их поставил, возвращаете, блокируете этих существ. Ну, если нет, просто прокачиваете. Значит, нижнее солнце красное. Значит, два солнца справа и слева. Ваши ауы метр спереди и сзади. Метр перед вами, метр за вами. Тоже вот этот красный пояс. Это адское колесо. И мы начинаем так же его крутить. Пока оно не становится. Это вот прямо вот такой вот. Не просто колесик от велосипеда. Это здоровенный такой мельничный жор в красном цвете, который кружится. И надо крутить его до того степени, когда вы уже ощущаете. Не ощущаете кружение, а просто как монолит. Он гудит. То есть, это вот прямо плита. Вот это самое правильное. Поначалу все это прерывается. Но если вы работаете каждый день, вот это у вас. И потом, значит, вы проработали красное и постарались включить все три колеса. Темно-синяя, желтая, красная. И начинаете их крутить. И вот тогда вы чувствуете, да, чувствуете энергию. Делать все расслабленно. В идеале делать это в подмассане. Чтобы исключить ноги и нижние центры вот из этого цикла. Сели в подмассану, ну или там скрестив ноги по-турецки. И, ну, как говорится, в полулотос. В полный лотос. Просто со скрещенными ногами. У кого карма ада делает ноги жесткими, не гнущимися. Ну и крутим. Крутим и чувствуем. Вот, в принципе, идеал этого упражнения. Когда все три колеса ровно кружатся и гудят. И вы можете вниманием своим переключаться. Низ, середина, вверх. Низ, вот по этажам идти. Три этажа. Ваш вот этот вот домик. Чудесный теремок в три этажа. И вот мы крутим эти солнца. Чувствуем их. Наслаждаемся. Практика крия-йоги. Колеса трех миров. Ну, друзья мои. Занимайтесь. Занимайтесь. В принципе, ну, конечно, нужно делать практики крия-йоги ежедневно. И если не получается сделать целый комплекс, можно там один день какие-то одни упражнения, другой день другие. В идеале, конечно, когда у вас есть время сесть, помедитировать, попрактиковать. Да, в принципе, даже если вы едете где-то в транспорте, ну, не за рулем. Хотя, друзья мои, ну, за рулем просто опасно. Потому что кто-то может просто выключиться и попасть в аварию. То есть, перейти, если у вас нет осознания, вы не можете держать этот мир и находиться, опять же, в трансовом состоянии. Это, конечно, крайне опасно. Поэтому ни в коем случае не делайте это. Только если, ну, действительно, вы уверены, что не причините вреда себе и другим. Да, ну, а ели где-нибудь в автобусе, вы тоже можете включить и посмотреть реакцию. Реакцию людей, когда вы включили вот эти три колеса, и они кружатся и прямо гудят. Как они влияют на пространство. Как вы начинаете ощущать, что вы прямо... То есть, основные ваши центры, разум, здоровье, благосостояние и вот этот вот земной мощный центр. Тогда часто все вот эти вампирские подключения, проклятие, печать, они как бы просто слетают, сгорают. Когда вы научитесь прямо, чтобы вот эти колеса даже не было видно. Да, вот этого окружения вы не чувствовали, оно начало становиться таким энергетическим монолитом. Все, драгоценные мои друзья, практикуйте. Я понимаю, что явно не все. Перестаньте рассуждать. Начинайте действовать. Становитесь хозяином своей энергетики, своего разума, своего здоровья, своей удачи. Все это не так сложно. Все. Пока. Счастливо. Продолжение следует...